Так, ну давайте начнем, чтобы не затягивать сегодняшнюю лекцию. Я напомню, что в конце прошлой лекции, которая была две недели назад, мы доказали какую-то теорему о размерности слоев морфизма амбибраических многообразий. Она работает на амбибраическом замкнутом поле, но звучит следующим образом. Если у нас есть доминантный морфизм неприводимых амбибраических многообразий, то тогда все компоненты, все неприводимые компоненты всех слоев этого морфизма, то есть правообразных точек выделек, имеют размерность не меньше, чем разность размерности иксаи. А кроме того, существует такое плотное открытое подмножество, ну не густое, а открытое, а значит и плотное, в силу того, что многообразие неприводимы, существует такое плотное открытое подмножество в игре, что слой над любой точкой из в имеет как раз вот эту правильную размерность, то есть в точности размерность x минус размерность y. Ну весь слой, а значит и любая его компонента, потому что есть ограничение снизу этим числом на размерность компонента. Вот это мы доказали в прошлый раз, но сейчас я хотел бы начать с того, что предложить слушательную задачу. Как ведет себя размерность слоя, но в зависимости не от точки в игреке, а от точки в x. Можно посмотреть на слой отображения φ, проходящий через данную точку икса, и посмотреть на его, ну тут интересно смотреть не на глобальную, а на локальную размерность. Вот теорема Шеволея, еще одна теорема Шеволея о полунепрерывности, размерности слоев. Узрывает следующее, что пусть, которую я хочу предложить в качестве задачи, пусть φ, произвольный морфизм гемеррорических многообразий, не обязательно доминантный, не обязательно неприводимых, в общем, эти ограничения уже не нужны. Тогда функция на x, которая сопоставляет в каждой точке икса локальную размерность слоя, проходящего через точку икс, то есть размерность в точке икс. Я напомню, что это максимум размерности тех неприводимых компонентов, которые через эту точку проходят. Локальную размерность слоя в точке икса, в точке икс, проходящего через точку икс, то есть можно сказать φ минус первой от φ от икс. Это те точки, у которых образ тот же самый, что у точки икс. Эта функция полунепрерывно сверху. Понятие полунепрерывной функции сверху или снизу — это обобщение понятия непрерывной функции с числовыми значениями. Непрерывность что означает? Это означает, что в точках близких к х функция принимает близкие значения. То есть и влево, и вправо отклоняются не слишком сильно. А полунепрерывность сверху означает, что в точках близких к х функция не может слишком сильно превышать значения в точке х. Ну или другими словами можно перехомолировать так, что полнепрерывность сверху означает, что прообраз каждого неограниченного слева полуинтервала является открытым подмористом. Непрерывность означает, что прообраз любого интервала и полуинтервала, там, любого интервала, хоть ограниченного, хоть неограниченного, является открытым подмористом. А полнепрерывность сверху, что прообраз любого неограниченного влево полуинтервала является открытым подмористом. Ну а снизу, соответственно, что любого неограниченного вправо является открытым подможеством. Тем самым, если функция полнепрерывная сверху и снизу, то она просто полнепрерывная. Поскольку функция размерности принимает дискретное значение, то на самом деле достаточно сказать, что, то есть, как можно расшифровать в данном случае это свойство, что множество точек, где размерность вот этого вот не превосходит какого-то числа k, открыто для любого k. Множество точек x, где вот эта локальная размерность слоя, проходящего через точку x, не превосходит числа k, что это множество открытых x. То есть, самая маленькая локальная размерность слоя достигается на каком-то открытом подможестве x, за пределами у нас остается замкнутое подможество, где локальная размерность больше, ну и там тоже на открытом подможестве локальная размерность принимает следующее по величине значения, дальше еще следующее и так далее. То есть, при переходе к меньшим замкнутое подможество размерность подставки. Вот. Это вот теорема Шевале о полнепрерывности слоев, размерности слоев. Я бы хотел рассмотреть теперь некоторые примеры, иллюстрирующие теорему о размерности слоев, ну и вот эту вот теорему Шевале, которую я оставляю в качестве задачи. Один из примеров мы уже рассматривали, морфизм из афинной плоскости в афинную плоскость, который в координатах задается так. Значит, точка с координатами xy переходит в точку с координатами x, запятая xy. Я напомню, как выглядит этот морфизм, какая тут картина. Вот у нас афинная плоскость, где лежит область определения, и афинная плоскость, куда мы отображаемся, область значений. Вот это вот отображение φ, как оно устроено. Вот когда x равно нулю, то есть вся вертикальная координатная ось первой плоскости, она вся склопывается в точку. Она вся склопывается в точку, как видно из формулы, в начало координат. Если x равно нулю, то здесь будет 0,0. Остальные вертикальные оси, то есть когда x фиксировано, но не равно нулю, они переходят сами в себя, только либо сжимаются, либо растягиваются в соответствии с этим множителем x. То есть вертикальные оси координатной сетки при этом отображении переходят в себя, кроме оси, которая проходит через начало координат, она вся сжимается в точку. Вот эта часть в образе не лежит. Ну а, соответственно, горизонтальные оси, вот ось абсцисс, она, как видно из формулы, если y равно нулю, то ось абсцисс просто переходит в себя. А остальные горизонтальные осьы, параллельные оси абсцисс, когда y это не 0, а какая-то константа. Они переходят в такие вот прямые, проходящие через начало координат, но с угловым коэффициентом y. То есть вот такой-то вот такой пучок прямых возникает. Ну и что мы видим? Мы видим, что, значит, прообраз точки 0,0, то есть когда x равно нулю и вот это равно нулю, ну, y может быть любым, да? Прообраз точки 0,0 это множество точек вида 0y, то есть афинная прямая. Размерность равна 1. Слой над началом координат имеет размерность 1. Прообраз точки, ну скажем, с координатами st, вот в этой плоскости, где либо s, либо t не равно нулю, нет, где именно s не равно нулю, да? Где s не равно нулю. Выглядит следующим образом. Ну вот давайте посмотрим. Если получилась точка с координатами st, значит, x равно s, а y равно, значит, s на y равно t, y равно t поделить на s. s не равно нулю, поэтому можно делить. То есть это множество точек вида s, запятая t, сейчас, ну да, это не множество точек, это одна точка. Это точка с координатами s, запятая t поделить на s. То есть слой это одна точка в данном случае. И размерность равна нулю здесь. Тем самым получается, что действительно в соответствии с этой теоремой размерность x и размерность y равна 2, то есть типичная размерность слоя равна нулю. Но так и есть. Типичный слой это одна точка, размерность равна нулю. Один из слоев, его размерность подскакивает, она становится равна единице. Вот нетипичный слой, слой над началом координат, размерность равна единице. Вот. Ну а с другой стороны есть точки, над которыми слой это вообще пустое множество. То есть хотя они лежат в дополнении к этому открытому подмножеству, где размерность слоя типична, но тем не менее над ними слои вообще пустые. Можно сказать, что размерность равна минус единице. Размерность пустого множества, да? Вот. Так что неправда, например, что размерность слоя является полоннепрерывной функцией от y. Вот за пределами этого открытого подмножества, где размерность типична, она не всюду подскакивает. Вот в этой точке подскакивает, а в этих наоборот падает. Длинус единице. Так что вот теорема о полоннепрерывности, она полоннепрерывность именно по точке здесь, по размерности точки здесь. Вернее, по размерности слоя, проходящего через точку здесь, как функция от этой точки. Но это действительно выполнено. Вот все точки на оси ординат, слой, проходящий через эти точки, это вся ось ординат, идет размерность единице. Это замкнутое подмножество. А дополнение открытое подмножество. Там размерность меньше. Слой через данную точку, это только эта точка и больше никто. Размерность 0. Так что вот в полном согласии с теоремой Шевален имеет место полоннепрерывность сверху для размерности слоя. Второй пример. Он даже там показывает еще были хитрые эффекты. Давайте я его тоже рассмотрю. Давайте рассмотрим отображение из трехмерного афинного пространства в афинную плоскость. Которая становится похожей формулой, но чуть более сложной. Фи от точки с координатами x, y, z. Это точка с координатами, давайте я чтобы сохранять мое значение здесь, x, y, x, z. То есть я вот этот фокус с умножением второй координат на первую повторяю дважды. Второй для третьей координат. Но давайте разбираться. Как устроены слои? Значит, прообраз. Ну, допустим, тоже точки с координатами 0, 0. Давайте посмотрим. То есть если здесь вот у нас 0 и 0 стоит, мы ищем точки x, y, z, для которых x, y равно 0 и x, z равно 0. Когда это возможно? Ну, либо когда x равно 0, тогда и здесь, и здесь будет 0. Либо когда y, z равны 0. То есть слой состоит из двух частей. Первая часть это точки с условием x, равно 0. А вторая часть это точки с условием y и z, равно 0. Значит, если изобразить это на картинке геометрической, то первая компонента слоя это координатная плоскость с координатами y и z. Правильно? Вот так. Давайте я изображу. Координатная плоскость с координатами y и z. Ну, координаты давайте я вот иду по горизонтали, иду в глубь гости, z по вертикали, а x по горизонтали. Вот. Это значит компоненты вот этого слоя над нулем. Вот это плоскость, x равна 0, и вот это прямая, y и z, начало координат. Вот. Здесь размерность равна 2, это плоскость, а здесь размерность равна 1, это прямая. То есть мы видим с вами, что компоненты слоя могут иметь разную размерность. Вот второй пункт диалемии размерности слоев говорит, что для типичных слоев все компоненты имеют одну и ту же размерность. Для типичных да. А для нетипичных есть только ограничение снизу, но размерности могут быть разными. Вот. Кстати, вот это число ограничений снизу в размерность типичного слоя, оно в данном случае равно 3 минус 2, то есть одному. И мы видим, что вот это компоненты имеют типичную размерность, а это компоненты имеют нетипичную размерность. Что же касается, ну давайте я вот здесь вот изобразил вот это вот А3, а здесь я буду изображать, соответственно, А2, плоскость, да? Это я посмотрел на прообраз нуля, да? Вот, начало координат. Вот. А если я хочу посмотреть на прообраз любой другой точки, точки с координатами S и T, да? Где либо S не равно нулю, либо T не равно нулю, то я увижу следующее. Значит, Фи в минус первой от S, запятая T, где S не равно нулю, или T не равно нулю. Давайте посмотрим. Значит, если XY равно S, а XZ равно T, где одно из этих чисел не равно нулю. Ну, в частности, это означает, что X не может быть равен нулю, да? Вот. А если X не равно нулю, то тогда Y и TZ можно найти однозначно по X, потому что XY равно S, а XZ равно T. Значит, надо просто делить на X и найти Y и TZ. То есть получается, что слой над точкой ST выглядит так. Это множество точек с координатами X, S поделить на X и T поделить на X, где S и T фиксированы, а X любой. И X пробегает все элементы поля. Вот. И мы видим, что получается такая кривая. Одномерное многообразие. Значит, только не все элементы поля, разумеется, а все не нулевые элементы поля. Я сказал, что X не равно нулю, да? X не равно нулю. Вот. Получается такая вот одномерная кривая. Ну, она изоморфна, как многообразие, она изоморфна афинной прямой без начала координат. То есть главное открытое подножество на афинной прямой. Вот. А как кривая в этом пространстве, значит, что-то типа гиперболы. Если представлять себе, например, что X бесконечно растет, ну, считая, что у нас поле там, на картинке поле вещественное, ну, можно считать там, для комплекса, но тоже это имеет смысл, как ты не нарисуешь. Если считаешь, что X бесконечно растет, то тогда, наоборот, две остальные координаты тут будут убывать к нулю, стремиться к нулю. То есть, значит, наша кривая будет прижиматься к оси абсцисс, да? А если, наоборот, X у нас стремится к нулю, то, наоборот, эти две координаты будут возрастать, но с разной скоростью. Это там со скоростью обратно-профессиональность к рецентам S, это с обратно-профессиональность к рецентам D. И будет кривая прижиматься, наоборот, асимптомически выходить на эту плоскость. То есть, какая вот пространство гипербола получается. Ну, и таких гипербол много, я вот одну и не подорисовал. И в этом случае размерность будет равна единице. То есть, опять мы видим, что есть открытое множество точек в образе, где размерность слоя типичная, равна 1 в случае единице. И есть некие выделенные точки, нетипичные точки, где размерность слоя подскакивает. Но подскакивать она тут может не одновременно. Одни компоненты подскакивают, а другие компоненты остаются тоже размерностью. То есть, слои не обязательно имеют одинаковую размерность у всех компонентов. Ну и можно тут еще сказать, что эта теорема о полнепрерывности здесь тоже видна, потому что если мы теперь рассмотрим не на I, а на X, то есть на область определения, на это трехмерное афинное пространство, то мы видим, что слои, проходящие через все точки, кроме этой гиперплоскости, имеют локальную размерность 1, в том числе и слои, проходящие через эти точки. Через эту точку проходит вот этот большой слой, но его локальная размерность в этой точке равна 1, потому что компоненты не проходят. Поэтому, значит, вот за пределами этой гиперплоскости локальная размерность слоя всегда кипящая, равна 1, а на этой гиперплоскости она подскакивает до 2. То есть вот это уже условие. Хорошо, теперь давайте мы докажем, пользуясь теоремой о размерности слоев, ну и даже на самом деле не совсем этой теоремой, а скорее той теоремой, которую мы здесь использовали. Доказательство теоремы о размерности слоев, это теорема о структуре произвольного морфизма доминанта. Давайте мы воспользуемся этой теоремой для доказательства следующего утверждения. Вот давайте в условиях этой теоремы, предложение 1, в условиях этой теоремы посмотрим на ситуацию, когда размерность х равна размерности у. Значит, здесь опять-таки я считаю, что поле алгебрадически замкнуто, всюду, где я хочу применять результаты, я должен это предполагать. Значит, пусть φ это доминантный морфизм неприводимых многообразий, или даже более общим образом доминантное рациональное отображение. Рациональное отображение мы называем прерывистыми стрелочками, в знак того, что они определяны не всюду на х. Доминантное рациональное отображение, тоже неприводимых многообразий, потому что это рациональное отображение определяет, чтобы неприводимых многообразий. А поскольку доминантное, то и у вас будет не приводить. Так что это я могу даже не писать. Доминантное национальное окружение. Тогда следующий условий эквивалент. Доминантное национальное окружение. Доминантное национальное окружение. Слой конечный состоит из конечного множества точек. Типичные слои конечные. Второе условие является усилением первого. Существует такое главное открытое подможество в игреке. И главное открытое подможество в игреке, которое является полным прообразом этого подможества в игреке. То есть два главных открытых подможества, одно в игреке, а другое в игреке. Так что второе является полным прообразом первого при отображении фи. Так что при ограничении фи на вот это у мы получаем конечный морфизм из у ве. Такие что морфизм из у ве конечный. Поскольку это главное открытое подможество, то это алгебраическое многообразие, афинное, да? И мы имеем право говорить про конечный морфизм одного какого-то. То есть при ограничении на некое открытое подможество фи становится конечным морфизмом. Значит, третье условие это то, что размерность х равна размерности игрекам. Четвертое условие, вот первые три условия, они, так сказать, геометричные, а два других условия будут алгебраичными. Значит, алгебра многочленов на х является алгебраическим расширением алгебры многочленов на у. То есть каждый элемент алгебры многочленов на х удовлетворяет некое уравнение алгебраической зависимости с коэффициентами, которые берутся из алгебры многочленов на х. Вот это условие для морфизма. Это в том случае, если мы рассматриваем морфизм. Я напомню, что поскольку у нас фи доминантный морфизм, то фи со звездочкой осуществляет инъективное отображение алгебры многочленов на у в алгебру многочленов на х. И поэтому мы можем рассматривать алгебру многочленов на у как под алгебру алгебры многочленов на х с помощью вот этого вложения фи со звездочкой. И именно в этом смысле я говорю, что это алгебра алгебра лично на своих под алгебрах. Это для морфизма. А для рациональных отображений это не работает, потому что фи со звездочкой, вообще говоря, переводит многочлены на у, уже не в многочлены на х, а в рациональную функцию на х. То есть для рациональных отображений фи со звездочкой осуществляет вложение поля рациональных функций, ну алгебра, значит и поля рациональных функций на у в поле рациональных функций на х. И для рациональных отображений аналогичное условие можно сформулировать для полей. Пятое эквивалентное условие это то, что поле рациональных функций на иксе является алгебраическим расширением поля рациональных функций на иксе. Любой элемент большего поля является алгебраическим надмежным. Вот. Это уже и для морфизмов, и для рациональных отображений. Вот эти пять условий эквивалентны. Ну давайте отсудим, почему это так. На самом деле для морфизмов это практически сразу следует из того, что мы делали раньше. А для рациональных отображений нам надо чуть-чуть объяснить. Значит, доказательства. Для морфизмов. Да, давайте сначала. Для морфизмов. Ну для морфизмов что можно сказать? Во-первых, почему первые три условия эквивалентны? То есть вот условия конечности типичных слоев, условия того, что над некоторым открытым подмножеством в игрике морфизм просто конечен, да? И условия, что размерность х равна размерности у. Это на самом деле напрямую вытекает из теоремы о локальной структуре морфизмов. Ну я напомню, что эта теорема говорит, что вот если у вас есть доминантный морфизм неприводимых благообразий, вот так как я написал, да? То тогда существует такое открытое подмножество в игрике, можно считать, что главное открытое подмножество, да? Чтобы оно тоже было афинным многообразием, вот. Такое, что его прообраз тогда в ИКСЕ тоже будет главным открытым подмножеством уже в ИКСЕ, его как раз обозначили буквой У, да? И вот если этот морфизм ограничить на У, то он будет устроен следующим образом. Он будет бить из У, то есть можно разложить его на две части. Сначала у нас имеется конечный морфизм из У в прямое произведение В на некоторое афинное пространство, какой-то размерности Д, А потом у нас есть просто проекция из этого прямого произведения на В. То есть над некоторым открытым подмножеством в игрике, над некоторым открытым подмножеством В в игрике, морфизм устроен вот так. Это мы знаем всегда. Ну и вот это число Д, оно как раз равно разности размерности ИСАИ. Потому что при конечном морфизме размерности сохраняются. Размерность У равна размерности вот этого, а размерность вот этого на Д больше, чем размерности вот этого. Ну а у У и В размерности такие же, как у ИСАИ. Вот мы, собственно, из этого разложения выводили вот эту часть теоремной размерности слоев, да, как вы помните. Вот, то есть это верно всегда, без всяких условий. Ну а теперь давайте посмотрим. Значит, то, что слои конечные, означает, что слои К в отображении конечные. Здесь и слои всегда конечные, это конечный морфизм. Значит, должны быть конечные вот эти слои. Значит, Д должно быть равно нулю. А Д как раз разности ИСАИ. Вот. Ну и вот и это условие мы сразу здесь получаем, второе условие, да. Потому что если Д равно нулю, да, то тогда вот этой части просто нет. И у нас с самого начала есть конечный морфизм из У. То, что вот утверждается вот здесь во втором условии. Вот. Ну а что касается, значит, равносильности трех последних условий. То есть третье равносильнее четвертому равносильнее пятому, да. Это следует из того, что мы доказывали на предыдущей лекции. Там было такое предложение, что при доминантном морфизме размерность не увеличивается, а если размерность сохраняется, то тогда здесь алгебраический расширение. Так что в точности мы доказывали на прошлой лекции. Следует из предложения два прошлой лекции. Я просто сюда это написал, фактически тут нет еще нового. Это мы уже доказывали. Вот. Значит, ну и локальная структура морфизма тоже, разумеется, да. Потому что, значит, если у вас размер, так сказать, если вот, скажем, размерность равна нулюту, тогда это означает, что над некоторым открытым подможенством у нас морфизм конечен. А вот это свойство алгебраичности расширения, оно зависит не от алгебра, а только от полей. Оно не меняется при переходе к главным открытым подможенствам. Потому что поле рациональной функции остается тем же самым. Так что тут можно и так это объяснить. Вот. Вот это как бы для морфизма. Ну а для рациональных отображений ситуация чуть тоньше. Давайте я ее вот здесь вот опишу. Для рациональных отображений надо кое-что добавить. То есть, грубо говоря, идея в том, что случай рациональных отображений надо свести к случаю морфизма. Ну, во-первых, почему из первого условия, что типичные слаги конечные, вытекают второе и третье условия? Давайте объясним вот это. Почему из первого условия вытекают второе и третье условия? Ну, смотрите, значит, у нас имеется вот наше доминантное рациональное отображение φ, которое определено не всюду, не на всем x глобально, а у нее есть своя область определения. То есть, у нас, значит, вот в x есть некое открытое подножество u с индексом φ, это область определения отображения φ, да? И вот на этом открытом подножестве φ уже определено просто как отображение в любой его точке, да? Ну, и более того, там, оно локально является морфизмом, да? Если мы у каждой точки возьмем окрестность, лежащую в этом ухе, которая является главным открытым подножеством, то при ограничении на это главное открытое подножество, он просто в морфизм, φ превратится в морфизм. Вот, значит, ну, да, вот, собственно, вот то, что я сейчас сказал, давайте это запишу. Значит, если мы возьмем главное открытое подножество, которое у, вот здесь вот, то при ограничении на у, φ превратится в доминантный морфизм. Вот, и вот для этого морфизма давайте применим в предыдущее, да? А именно, ну, вот, предположим, нам дано условие 1, это значит, что слои нашего рационального отображения φ над некоторым открытым подножеством в игреке, они конечны. Но если слои φ конечны, то тогда, когда мы х уменьшим, да, уменьшим до вот этого у, слои, тем более, будут конечны, они могут только уменьшиться, правильно? Поэтому для этого морфизма φ вот это условие 1 тоже выполнено, да? А значит, выполны все остальные эквиваленты из условий. Для морфизмов мы уже все поняли. То есть, в частности, в игреке существует такое открытое подножество в n. Ну, тоже можем считать его главным открытым подножеством. Такое, что его прообраз при вот этом отображении φ, но прообраз при отображении φ рассматриваем как отображение из губы, является тоже, значит, главным открытым подножеством в этом самом у, но здесь оно уже было обозначено через губ, а тут надо как-то по-другому обозначать. И морфизм при ограничении на это главное открытое подножество становится конечным. То есть, вот как правильно писать, φ минус первой от В, пересеченное с У, отображение в В, вот это конечный морфизм. Это мы просто выводим из того, что для морфизма из 1 следует 2. Ну вот, если это изобразить, так, для наглядности на картинке, вот у меня есть х, в этом х у меня есть кое-что поменьше, у меня есть вот это самое, значит, дальше вот это х у меня, вот это вот у меня у φ, а в этом у φ есть еще меньшая штука, есть главное открытое подножество У, которое вот конечным образом отображается в главное открытое подножество В в многообразии И. вот оно бы, вот оно бы, вот оно бы, вот это бы. Пересечение У с фи минус первой от В. Ну да, то есть, на самом деле, прообраз В, он может содержать еще какие-то точки вот из Уфи, которые не попали в У, да, теоретически. Но меня интересуют только вот точки, попавшие в У, и вот если на У ограничить, то тогда это будет конечный маркетинг. Вот. Ну вот я хочу добиться того, чтобы пересекать было не надо, чтобы прообраз В уже лежал в Уфи, чтобы было выполнено вот это условие, что У это в точности прообраз В при отображении Фи. Но это очень легко объяснить, почему этого можно добиться. Потому что если рассмотреть дополнение х минус Уфи, значит, х минус У, оно будет замкнуто, и поскольку х неприводима, то его размерность будет меньше размерности х. Размерность х минус У, она меньше размерности х, которая есть то же самое, что размерность У, открытое, главное открытое фоно, что мы все в поле функции то же самое, с этим пронцедентом то же самое. Вот. Размерность У равна размерности В, в силу того, что, ну, вернее, можно даже сказать, что размерность У равна размерности У, в силу того, что Фи, это долинатный маркетинг из У в У, с типичными конечными слоями. А для маркетинг мы знаем, что из этого следует совпадение размерности. Размерность У равна размерности У. То есть, вот, любое замкнутое подможество, лежащее в дополнении, ну, все дополнение, в частности, там, любая компонента этого дополнения, имеет размерность меньшую, чем размерность У. Да? А это значит, что, ну, да, размерность У, собственно говоря, равна размерности В. Хорошо? И это значит, что его образ Фи от Х минус У. Ну, как у меня образ? Понятно, что Фи определен не всюду, надо брать образ той части Х минус У, которая пересекает область определения, да? И брать образ только того, что попало в область определения, да? То есть, вот, эта вот оранжевая кривая, надо взять образ вот этой ее части, потому что за пределами отображения Фи просто не определено. Вот. Значит, образ, вообще говоря, не будет под многообразием, не будет замкнут под ножом, но если мы его замкнем, да? То это будет уже замкнутое под многообразие в игре, и его размерность будет строго меньше. Потому что его размерность по теореме У как раз о том, что происходит с размерностью при доминантном отображении, потому что она не увеличивается. Размерность замыкания образа, она не превосходит размерности самого Х без У, да? Которая строго меньше размерности У, как в предыдущей строчке У. Да? Вот. И поэтому образ, точнее даже замыкание образа, является собственным замкнутым подможеством в игре. я вот сюда вот перейду. Замыкание образа Х без У является собственным, я пишу значок строгого включения, замкнутым подможеством в игре. А следом мы его можем выкинуть. Выбросить В, пересеченное с этим замыканием образа, из В. то есть заменить В на вот дополнение к образу этой штуки. Все оранжевое из В выбросить. И тогда в том, что останется, полный прообраз будет уже строго лежать вот в У, да? Потому что образ дополнения мы выбросили. может быть, лучше даже написать таким образом. Можно заменить, я перепишу иначе, можно заменить В на В без замыкания образа Х минус У. И тогда после такой замены мы добьемся того, что Ф минус первой от В будет строго содержаться в У. Ну и тем самым добьемся выполнения условия 2. А заодно по дороге мы видели, что условие 3 выполнено, что размерность Ха равна размерности У. Потому что вот здесь у нас конечный морфизм на их открытых подможествах. Ну и даже вот здесь, у нас доминантный морфизм, у которого типичные слои конечные. Значит, размерность У равна размерности У, а значит и размерности Х. То есть и 2, и 3 мы выберем. Теперь, что нам еще остается? Значит, ну вот то, что из 2 следует 1. Я перейду его сюда. То, что из условия 2 следует условия 1. из того, что над некоторым открытым подможеством у нас конечный морфизм и следующие типичные слои конечные. Но это хорошо известная сводка конечных морфизмов. Да, что конечного морфизма а слои конечные. Из конечностей слоев конечного морфизма. Теперь, почему из 3 следует... Почему из 3 следует 1, да? Если у нас размерность Х равна размерности У, а почему типичные слои этого рационального отображения конечные? Ну, здесь мы рассматриваем отображение Фи как уже отображение всюду определенное, но не на всем и на области определить. И нам известно, что типичные слои конечные. То есть существует такое открытое подможество в игреке, что прообраз каждой точки из этого открытого подможества состоит из конечного числа точек. Ну, мы пока не можем сказать, что Фи это морфизм, потому что у Фи это вообще-то не афинное многообразие. Открытое подможество не обязательно главное. Однако мы можем его покрыть конечным числом вот эту область определения отображения Фи мы можем покрыть конечным числом главных открытых подможеств. Потому что, вот давайте опять посмотрим на эту картинку, вот область определения отображения Фи, она обозначена вот этим вот пунктирным кругом, да? Дополнение это некоторое замкнутое подможество в их серии, да? Раз оно замкнутое, значит оно задается конечным числом алгебраических уравнений. Вот. И вот как раз вот эти главные открытые подможества, которые соответствуют этим уравнениям, их пересечения равно УФИ. И их объединение, вернее, равно УФИ. То есть УФИ покрывается главными открытыми подможествами конечным количеством, которые соответствуют уравнениям, задающим дополнительным к УФИ. Вот. Значит, вот давайте я это напишу, что УФИ покрыто, пробегая на единице, даем УИТА, покрыто конечным числом главных открытых подможеств. УИТА – это главное открытое подможество в ИХС. Вот. И для каждого из них, если мы ограничим ФИ на каждое УИТА, может быть, лучше эту картинку нарисовать здесь, чтобы не было согласно смотреть туда. Я вот здесь вот рисую. Вот у меня есть Х, вот у меня есть У, вот это Х, вот это У, вот отображение ФИ, и в Х есть вот эта вот область определения, ФИ – национальное отображение. Есть область определения, на котором оно определено. УФИ, да? И вот это УФИ, оно покрыто конечным числом таких вот АФИных карт. Вот это УИТА, да? Вот. И для каждого УИТА мы можем ограничить ФИ на УИТА и получить морфизм, у которого типичные слои конечных, потому что даже у всего отображения ФИ типичные слои конечных. Ну а если мы скузим область определения, то конечность не будет, не испортится. То есть для каждого вот такого морфизма из УИТА в УИТА существует в УИТА открытое подмножество ВИТА такое, что для любого УИТА из ВИТА, для любого УИТА из ВИТА, прообраз точки У при вот этом морфизме конечных. То есть ФИ в минус первой от УИТА, пересеченные с УИТА, конечных. Значит, вот для каждого такого вот УИТА, если ограничить на него морфизм, то в УИТА существует свое ВИТА, над которым, значит, вот слои имеют конечное число точек. Но слои, вот не все слои, да, у них не полный слой, а только та его часть, которая попала в УИТА. За пределами могут быть какие-то еще точки, да, и даже может быть не точки, а какие-то многообразия положительной размерности. Однако, если мы пересечем все эти УИТА, то есть вот в качестве В, давайте возьмем пересечение всех УИТА. Пересечение конечного числа непустых открытых подмозностей, неприводимого многообразия, непустых, как вы знаете, да? Вот, то тогда для любой точки УИТА из этого В, конечным будет прообраз этой точки в пересечении с каждым УИТА, а значит, полный прообраз целиком. Вот, то есть мы вывели из третьего условия, из условия совпадения размерности, вывели условия типичности конечных слоев уже для рационального отображения, ну, пользуясь вот тем, что у нас есть для морфизма. Что же касается условий третьей, четвертой и пятой, про размерности, вот про эту алгебраичность, да? Значит, условия третье, четвертое и пятое, эти условия, они, эти свойства не меняются при переходе от многообразий к главным открытым подмозностям, потому что, ну, размерность не меняется, а вот условия алгебраичности, там же, значит, говорится, что там любой элемент больше алгебры, алгебраичен над меньше алгебры, да? Ну, алгебраичность, это значит, что там коэффициенты, все коэффициенты, в том числе и при старшем члене, вот алгебраического уравнения, должны лежать вот здесь, да? Да? Но, значит, если они там, если мы многообразие уменьшим до открытого подмозностям, ну, там появятся рациональные функции, но мы же там можем домножить на общий знаменатель и сделать рациональные функции многочленных. Так что, на самом деле, это условие, это полевое условие, оно равносильно пятому, то есть равносильно условию для болей. А поля рациональных функций при переходе к открытым подмозностям не меняются. Поэтому, значит, вот условия третий, четвертый и пятый, они носят, как говорят, бюрациональный характер. Они не меняются при замене многообразия на его главное открытое подмозжество. Не меняются при замене х и у на их главное открытое подмозжество. Ну, то есть, если для морфизмов мы знаем эквивалентность этих условий, то мы просто можем уменьшить наше многообразие до меньших открытых подмозжеств, главное, так, чтобы х и стало морфизмом. А для морфизмов мы эти условия знаем. Значит, их эквивалентность сводится к случаю морфизмов. Ну, вот, на этом, собственно говоря, и все доказательство. Я думаю, что я даже слишком много верения на него понравил. Больше следует, потому что тут, на самом деле, все более-менее очевидно. Или становится очевидным после таких вот переходов. Замены там многообразия на главное открытое подмозжество. Так что, может быть, было бы полезнее, если бы, я бы сказал, меньше, предоставил слушателям разобраться самостоятельно в деталях. Но, как бы то ни было, значит, вот у нас есть такой класс морфизмов или рациональных отображений, более общего, между многообразиями одинаковой размерности, доминантных отображений между многообразиями одинаковой размерности, которые вот характеризуются рядом эквивалентных сводств. И вот рациональное отображение морфизмов или рациональное отображение, удовлетворяющее эквивалентным свойствам с первого до пятого, называется рациональными накрытиями. Это понятие несколько слабее, чем то понятие накрытия, к которому, может быть, мы привыкли из топологии, когда у нас есть такое вот локально-тривиальное расслоение с дискретными слоями, да, у каждой точки внизу есть окрестность, прообраз которой есть просто несколько копий этих окрестностей, которые как-то стопочкой складываются, отображаются одинаковый окрестность. А тут это немножко похуже, потому что, во-первых, мы тут контролируем хорошо, что происходит не на всем Y, веке, а только на его главном открытом подможестве. Вот над главным открытым, ну, над открытым подможеством, на самом деле, главным, слои ведут себя хорошо. И можно даже показать, что в случае поликомплексных чисел, это будет вот именно такое хорошее топологическое накрытие. Но за пределами этого хорошего открытого подможества слои могут вести себя как угодно кругу. Они могут вести положительную размерность, то есть бесконечные, там, как угодно. Так что это понятие именно вот иррациональное, как говорят. Оно описывает хорошее поведение, но не всюду, а на открытом подможестве. Вот. Я вот думаю, нет ли смысл делать перерыв? Не имеет. Но, может быть, сделать небольшую паузу такого, может быть, у кого-то вопросы накопились какие-то, вместо перерыва. Я только раз уже прошу, что мы взуме сидим, то перерыв делаем бессмысленным. По крайней мере, в принципе, с курсием. Лучше сразу продолжить. Нет ни у кого никаких вопросов о прозвучавшем. Или, может быть, почему-то еще. Там на выпуске было. Здесь. Девять. Ну, нормально. Но вопросы не у кого-то нет. Вмечайте. Усу тоже никто ничего не спрашивает. Ну ладно, тогда давайте мы потихонечку продолжим. Действительно, не будем отвлекаться на перерыв. Для рациональных накрытий можно, конечно, тоже рассматривать тот инвариант, который мы рассматривали в теоретической размерности слоев. То есть, размерность типичного слоя. Это некий вариант морфизма. Но для рациональных накрытий это не очень интересно, потому что этот инвариант всегда равен нулю. Типичные слои конечные. Для рациональных накрытий интересно рассматривать другой инвариант. А именно, он определяется алгебраическим образом. То, что называется степенью накрытия. Значит, определение, наверное, один, да? Почему такого определения не было? Значит, определение один. Пусть фи из х в у, давайте я даже напишу пунктируемый самый общий вариант, когда это рациональное отображение. Пусть фи – рациональное накрытие из х в у. Тогда вот в силу одного из этих эквивалентных условий, а именно пятого, поле рациональной функции на х является алгебраическим расширением поля рациональной функции на х. А поскольку это поле, потому что, к тому же, конечно порождено, ну, поле рациональной функции на любом алгебраическом многообразии, конечно порождено, порождено координатами функции, как ходит, да? Вот. То, значит, конечно порожденное алгебраическое расширение – это то же самое, что и конечное расширение. То есть поле рациональной функции на х является конечным расширением поле рациональной функции на х. А раз так, можно рассмотреть степень этого расширения. Вот она и называется степенью накрытия. Значит, степенью рационального накрытия, фи, степень, декфи, определяется как степень расширения полей. Поле k от x под полем k от x, значит, степень конечного расширения полей, соответствующих полей рациональной функции. Ну, то есть размерность большего поля, как легкого, но пространства над меньшим полем, если вспоминать теорию полей элементарного. То есть такое чисто алгебраическое определение. Вот хотелось бы ему придать геометрический смысл, потому что, когда мы говорим про размерность слоев, там мы все-таки представляли себе это как более геометричное компонентное. Геометрический смысл есть, и он очень простой. Но, правда, он есть в таком вот простом, простой интерпретации, только в случае, когда основное поле имеет нулевую характеристию. Вот. Значит, давайте докажем следующее предложение. Предложение 2. Мы доказываем в предположении, что основное поле алгебраически замкнута. И имеет нулевую характеристию. Оказывается, степень рационального накрытия есть не что иное, как количество точек в типичном слое этого накрытия. Значит, пусть фи из х выявляет рациональное накрытие. Тогда вот одно из эквивалентных определений, что типичные слои этого отображения фи конечные, да, и вот утверждается, что степень накрытия есть не что иное, как количество точек в типичном слое. И мощность слоя фи минус 1 от у для любого у из некоторого плотного открытого подмозже струны. Существует такое плотное открытое подмозжество в игреке, что любой слой на точке из этого плотного открытого подмозжества имеет мощность, равную в типичном слое этого расширения пары. Это геометрический смысл степени рационального накрытия. Ну, давайте разбираться. Значит, это тоже, в отличие от предыдущего предложения, тут все-таки есть что доказывать. В предыдущем предложении мы там большей частью ссылались на ранее доказанные результаты, тут все-таки есть что доказывать. Ну, не знаю, что это особо сложный результат, давайте мы сейчас его докажем. Доказать. Ну, во-первых, во-первых, мы можем без ограничения общности считать, что фи это морфизм. Давайте скажем так, значит, вначале вот первое соображение, что если мы из х выкинем какое-то замкнутое подмозжество, то мощность типичного слоя не изменится. Удаление собственного замкнутого подмозжества из леса не меняет мощности типичных слоев. Ну, фактически это рассуждение мы с вами уже проводили. Дело в том, что, давайте я еще раз, мы его проводили все-таки в частном случае, вот здесь вот, в другой ситуации, чтобы не было никаких неразумений, я проведу его еще раз. Вот у нас имеется х, да, у нас имеется у, у нас имеется рациональное отображение фи наше, да, оно определено не всюду, оно определено на области определения. Это вот некое открытое подмозжество, которое я пунктирую здесь, обозначу, обведу, да. Вот. И вот на этом открытом подмозжестве определено отображение фи. И что нам известно? Нам известно, что, вернее, не то, что нам известно, а мы рассматриваем вот некое открытое подмозжество в игреке. И вот рассматриваем слои над точками этого открытого подмозжества. Они конечные, но слои над точками этого открытого подмозжества мы рассматриваем. Вот. А теперь предположим, что я из х-ста удаляю какое-то замкнутое подмозжество собственное. Вот z удаляем. Тогда, как мы с вами обсуждали, значит, размерность образа z, ну, правда, образ z может быть не замкнуто, так что размерность замыкания образа z, не превосходит размерности самого z. То есть строго меньше размерности x, которая равна размерности y, в силу того, что у нас рациональная наглядная. Получается, что замыкание образа z Получается, что замыкание образа z является собственным замкнутым подмозжеством в игреке, является собственным замкнутым подмозжеством в игреке, и мы можем просто выкинуть его из v. Заменим v на v без вот этой штуки. Ну, а поскольку мы говорим про типичные слои, то есть слои из некоторого открытого подмозжества, мы его можем уменьшать, от этого типичность не, так сказать, не испортится. Когда мы говорим про типичные слои, про типичные точки, значит, точки из некоторого открытого подмозжества, не фиксируемого, его можно всегда уменьшить при желании. Так что вот когда мы его уменьшим, то мы уже получим, что прообразы точек из того, что осталось, когда мы выкинули phi от z, из того, что осталось, уже не задевают z. И поэтому слои остались те же самые, несмотря на то, что мы из x-a z выглянули. Вот. Это вот первое замечание. Второе замечание, которое сразу следует из первого. Давайте я туда перейду. Давайте тогда просто рассмотрим вместо x, какое-то главное открытое подмозжество, лежащее в области определения отображения phi. И заменим x на это главное открытое подмозжество. То есть выкинем дополнение. Дополнение замкнута, выкидывание замкнутого подмозжества мощности типичного слоя не меняет, поэтому можно считать, что phi – это морфизм. Определенный, да, вот это вот главным открытым подмозжествам, лежащим у phi, на которое мы заменили x. Значит, второй шаг. Здесь можно написать следующий из первого. Можно считать, без ограничения общей степени, что phi – это морфизм. Морфизм. Вот. Идем дальше. То есть у нас имеется такой вот морфизм, который является рациональным открытым. Я хочу сравнить два инварианта. Мощность типичного слоя и вот эта вот степень, да, степень расширения политики. Я хочу делать это индуктивно. Для этого мне понадобится третий шаг. Предположим, что мой морфизм является композицией двух морфизмов. Пусть phi из x в y разложен в композицию двух морфизмов. Из x в z, допустим, кси, и из z в y, допустим, пи. Каждый из которых является доминантным, да, то есть, значит, рациональным накрытием, потому что размерности у нас вот так вот монотонно убывают, а с другой стороны, размерность x равна размерности пи. То есть, посередине размерность будет та же самая. То есть, я разложил, предположим, что я разложил мой морфизм phi в композицию двух рациональных накрытий. Двух морфизмов, которые тоже являются рациональными накрытиями. Это и вот это. Рациональная накрытия. Тогда я утверждаю, что если я доказал предложение 2 для каждого из этих накрытий, то я его докажу и для исходного phi. Если утверждение верно для psi и пи, то оно верно для phi. Ну, как тут можно рассуждать? Значит, давайте я тоже какую-то картинку буду рисовать для иллюстрации. Вот у меня есть x, посередине у меня есть z, а вот здесь вот у меня есть y. И у меня есть, соответственно, вот рациональное накрытие из x в z, это psi, и из z в y, это пи. А композиция их, это мое исходное рациональное накрытие phi. Значит, что я знаю? Я знаю, что для отображения phi типичные слои имеют мощность, равную степень отображения phi. То есть существует такое открытое подможество, существует открытое подможество w z, такое, что для любой точке z маленькая из w, psi минус первой от z имеет мощность, равную степени отображения phi. Вот, давайте я это изображу. Вот у меня в z есть некоторое w. в z есть некоторое w, над точками которого, над точками которого слои имеют мощность, равную степени отображения phi. Теперь я хочу еще списки вязать, да? Но вот как раз воспользуюсь предыдущим замечанием, что удаление собственного замкнутого подможества не влияет на мощность типичного слоя. Давайте я вместо отображения phi из z в y, рассмотрю отображение phi из w в y. То есть у меня есть отображение phi из z в y, рациональное накрытие, но я его ограничиваю на w. И мощность типичного слоя не изменится. Поэтому в y есть плотное открытое подможество, значит, давайте вот сюда вот перейдем. Значит, существует плотное открытое подможество v в y, для любой точки которого, для любого y из v, слой над этой точкой, phi минус 1 над y, для вот этого отображения из w в y, такой же, как для вот этого. То есть, в другим, с вами слой целиком лежит из w. Значит, в y существует такое плотное открытое подможество v, для любой точки которого, слой над этой точкой при отображении phi целиком лежит в w. Вот я не забражу. И его мощность равна... Целиком лежит в w. И его мощность равна степени отображения phi. Потому что я сейчас предполагаю, что для phi мое утверждение, которое я доказываю, вверх. Ну, а когда слой над y для отображения phi, phi минус 1 от y, как устроен? Да, давайте я, может быть, напишу, из чего состоит этот слой. Значит, этот слой phi минус 1 от y, он состоит из точек, допустим, z1 и так далее, zp, где p как раз равно степени отображения phi. Вот. Как тогда устроен слой над точкой y для отображения phi? Ну, сначала мы берем прообраз при phi и получаем вот эти точки z1, zp. А потом берем прообраз каждой из этих точек при отображении phi. Да? И поскольку для отображения phi мы предполагаем, наше утверждение тоже выполнено, да? Это вот прообразы каждой, каждой из точек, вот первого слоя, слоя для отображения phi. И таким образом получаем полный слой для отображения phi. Вот. Значит, phi минус 1 от y, это объединение, причем дизъюнтное объединение, xi минус 1 от z1 и так далее, xi минус 1 от zp. И тогда мощность этого слоя, это просто сумма мощности каждого из слоев. Мощность phi минус 1 от y, это есть мощность psi минус 1 от z1, плюс и так далее, плюс мощность psi минус 1 от zp. мощность каждого из этих слоев равна степени отображения в си, поскольку мы так выбрали дубль в, да? То есть это получается степень отображения в си, взятая p раз, а p это степень отображения phi. То есть получается степень произведения, вернее, произведения степеней. Степень phi на степень phi. Ну, а как вы все знаете из теории полей, по теореме о башне расширения полей, степень двойного расширения полей равна произведению степеней этажей на каждой башне, да? То есть степень psi на степень пи равна степени phi. Равна степени phi. Вот. И вот тем самым мы получили, что у нас нашлось в игреке открытое подможество, слои над которыми имеют мощность равную степень отображения phi. То есть утверждение оказалось верным для композиции двух рациональных накрытий, если оно было верно для каждого из них по отдельности. Надеюсь, это понятно. Ну, а теперь, собственно говоря, к чему мы можем, вот так вот расщепляя рациональные накрытия на композицию, к чему мы можем свести дело. Давайте рассмотрим, значит, это у нас будет четвертый шаг оказательство. Давайте мы рассмотрим расширение, ну, давайте алгебра, поскольку у нас морфизм, то у нас есть вложение алгебра, да? Вот у нас есть алгебра k от x, да? Алгебра k от x, алгебра многочленов на x, да? Здесь у нас уже морфизм, поэтому я могу считать, что стрелка не пунктирная, а обыкновенная, и в нее вкладывается алгебра k от x, как под алгебра, да? Алгебра k от x. Но алгебра k от x, как и любая координатная алгебра любого афинного многообразия, конечно, порождена. Поэтому она может быть получена из этой своей под алгебры присоединением по одной штуке у порождающих элементов. То есть, вот если считать, что алгебра k от x является расширением алгебры k от y, которое получено при соединении порождающих элементов, ну, там, допустим, f1 и так далее, fk, скажем, да? То мы можем присоединить эти порождающие на самом деле по одному. Сначала присоединить, там, я не знаю, f1, потом f2 и так далее. То есть, получается, такая цепочка вложена друг к другу под алгебру. Вот я нарисую это в виде башни из нескольких этажей. Вот. 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 То есть, на каждом шаге мы добавляем по одному новому порождающему. Это вложение алгебры, а на языке многообразий у нас получается в обратную сторону доминантное отображение многообразия. То есть, у нас есть многообразие x, которое в этой цепочке будет k, обозначу его xk. xk отображается в xk минус первое, которое является спектром вот этой алгебры. xk минус первое отображается в xk минус второе, которое является спектром следующей алгебры. Ну и так далее. Вот. Когда мы присоединяем к алгебре k от y один элемент f1, мы получаем, значит, спектр этой алгебры будет многообразие x1, которое уже отображается в xk минус первое. Это все будет, поскольку здесь вложение алгебры, это все будут доминантные рациональные отображения, ну и поскольку у нас размерности все совпадают, у нас степени трансцендентности двух крайних алгебры совпадают, значит, все посередине алгебры тоже имеют ту же самую степень трансцендентности. Вот. То это все будут рациональные накрытия. То есть, вот все эти стрелочки являются рациональными накрытиями, но не абы какими, а они обладают одним дополнительным свойством, что если у нас есть какая-то из этих стрелочек, какое-то из этих отображений, то алгебра многочленов на том многообразии, которое отображается, получается из алгебры многочленов на многообразии куда отображается? Присоединением одного единственного элемента. Каждый раз мы добавляем один элемент. Давайте будем называть такие рациональные накрытия простые. Простые рациональные накрытия. Вот. Ну и вот в силу доказанного на третьем шаге, если мы докажем предложение два для простых рациональных накрытий, то так по цепочке используя третий шаг мы можем доказать для любого рационального накрытия. То есть достаточно доказать предложение для простых рациональных накрытий. Достаточно доказать утверждение для простых рациональных накрытий. И вот это будет последний шаг доказаться. Давайте мы его проведем. значит пятый шаг нам пятый шаг доказательства пусть и простой рациональный накрытий. Ну то есть что это означает? Это означает, что алгебра многочленов на х получается из алгебры многочленов на у присоединением одного элемента. Ну какого-то вот элемента f. Ну у нас многообразие неприводимое, поэтому мы можем рассматривать не только алгебры, но и поля рациональных функций. И поскольку это у нас рациональное накрытие, то элемент f алгебраически зависим, он является алгебраическим над вот этим полем ка-ты. А для алгебраически зависимого элемента существует для алгебраического элемента в расширении полей существует такой пониматель минимальный многочлен. Многочлен наименьшей степени со старшим коэффициентом единицы, который этот элемент обнуляет. Рассмотрим минимальный многочлен. Обозначим его мю с индексом f. Вот переменный t, он имеет вид t в степени d плюс f1 на t в степени d минус 1 плюс и так далее плюс f d t. Значит, это минимальный многочлен. f элемента f над полем k то есть коэффициенты этого минимального многочлена они все лежат в этом поле. f 1 f d вот эти коэффициенты это некие рациональные функции на их. Ну, то, что они рациональные это некая неприятность, хотелось бы иметь многочленные на их, чтобы работать с аморфизмами полноценно, но это не беда. Возьмем общий знаменатель рациональной функции и выходим множество нулей этого общего знаменателя. То есть перейдем главному открытому подможеству. Заменив y на подходящее главное открытое подможество yh, там где h не обращается внуль, где h это общий знаменатель всех f и 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 мы можем считать, что f1fd это многочленные на их. А тогда я утверждаю, что да, тогда во-первых понятно, что f это конечный морфизм, потому что он получается присоединением к алгебре многочленных на y элемента f удовлетворяющего уравнению целой зависимости. Ставший коэффициент единица, остальные коэффициенты лежат под кольцем под алгеброй. Конечный морфизм. И более того, алгебра многочленов на y, на x, вот эта алгебра, она получается так, она является фактором алгебры, алгебры многочленов с коэффициентами из k от y под переменной t, профакторизованной по идеалу, по главному идеалу, порожденному вот этим минимальным многочленом. Ну, почему это так? Вот, когда мы берем просто алгебру многочленов от переменной t с коэффициентами из k от y, мы считаем t как бы трансцендентным элементом, на него не наложено никаких алгебраических соотношений. Но мы-то присоединяем не трансцендентный элемент t, мы присоединяем элемент f, да, а на f выполняются некоторые алгебраические зависимости, да, но каждая алгебраическая зависимость, то есть каждый многочлен от t, который при подстановке f вместо t обращается в 0, да, каждый такой многочлен делится на минимальный многочлен. Ну, просто по определению минимального многочлена. Он делится вот над этим полем, но поскольку минимальный многочлен имеет кэффициент единицы, на самом деле делится и в этом кольце тоже. Когда мы делим столбиком, там возникает проблема только с Поэтому при делении столбиков все коэффициенты останутся в этой алкоге. Это значит, что любой многочлен, аннулирующий t, вот отсюда, аннулирующий f, вернее, любой многочлен из этого кольца, аннулирующий f, на самом деле просто кратен к многочлену mf. И поэтому идеал, который вот как раз при подстановке f вместо t, то, что обращается в ноль, идеал аннулирующий многочленов, фактор, по которому и будет вот наша алкоголь. Этот идеал просто главный идеал, порожденный веки ныря. Что это значит на геометрическом языке? На геометрическом языке это значит вот что. Это значит, что наш морфизм φ из x в игре может быть представлен таким образом. x вкладывается в декартовое произведение y на афинную прямую в качестве замкнутого подможенства. Вот здесь напишу замкнутое вложение. А после этого мы просто проектируемся на y. То есть наш морфизм φ устроен вот таким вот образом. Сначала x вкладывается в качестве замкнутого подможенства в декартовое произведение y на афинную прямую, а потом происходит проекция на y. Это понятно вот отсюда, потому что на алгебраическом языке такая картина означает что? Что сначала на алгебру многочленов здесь вкладываем в алгебру многочленов вот здесь, просто присоединяя переменную t. Это вот как раз есть вот это. А потом, когда мы переходим к замкнутому подможенству, мы факторизуем по идеалу, который на это подможенство обращается в декартовое произведение. Как раз мы получаем вот это. Значит, x вкладывается вот сюда, причем образ задается замкнутое вложение. И образ задается как раз уравнением, что минимальный многочлен в этой точке обращается в нуль. μf от y, t равно нулю. Потому что минимальный многочлен, это же многочлен с коэффициентами, это многочлен от переменной t с коэффициентами, которые сами являются многочленами на y. То есть мы можем t, значение t подставлять вместо переменной, а точку из y подставлять в коэффициент. И тогда мы получаем числовое значение. И это вот как раз тот идеал, по которому мы факторизуем, он и задает это вот замкнутое подмоганное. Ну давайте это тоже изобразим как-то визуально. Вот у меня есть значит y, вот у меня есть афинная прямая, не очень прямая, кривоватая прямая, скажем, на 1. И вот x вот сюда вот как-то вложен. Вот это вот x. Вложено так вот множество нулей вот такого уровня. Вот. И я хочу понять, значит, ну степень этого отображения как раз равна d, она равна степени минимального многочлена. Вот это число d. Это степень минимального многочлена, правильно? Степень обширения полей, которая получается с проседением одного линия. Степень минимального многочлена. И я хочу доказать, что типичный слой имеет мощность d. То есть на точке из y висит, если из открытого множества брать, висит ровно d точек из x. Для этого давайте заметим, что минимальный многочлен у нас не превратим, как многочлен над вот этим полем, над полем калатыны, рациональных функций. А поскольку у нас характеристика равна нулю, то минимальный многочлен взаимно просто своей производной. В положительной характеристике производная могла бы обратиться в нуль. Ну или там, ну да, могла бы обратиться в нуль. И тогда минимальный многочлен, хоть он и не превратим, он может не быть взаимно просто своей производной. Но в характеристике нуль это всегда так. Производная имеет степень ровную единицу меньше, а поскольку многочлен не превратим, у него нет делителей меньшей степени. Это взаимно просто своей производной. Вот. А раз многочлен взаимно просто своей производной, то его дискриминат отлично отнуляет, собственно, критерий. Когда нет кратных множек. Взаимная простота с производной – это отсутствие кратных множек. Видите, что то же самое дискриминат не равен 0. Вот давайте это напишем. Поскольку характеристика поля К у нас равна 0, отсюда следует, что дискриминант минимального многочлена отличен от 0. Ну дискриминат это что такое, опять же, если вспомнить элементарную алгебру? Дискриминат это некий многочлен от коэффициентов данного многочлена, да? Правильно? Вот. И то, что он отличен от 0, это означает, что он является некоторым ненулевым элементом этой алгебры, алгебры К от Итых. Да есть некий ненулевой элемент алгебры К от Итых. Ну раз это ненулевой элемент, значит он в каких-то точках Итыха этот многочлен не обращается в нуб. Правильно? Более того, эти точки образуют плотное открытое подножество. Отсюда следует, обозначим это множество в нуб, что множество точек Итых из Итых большого, где дискриминант многочлена Мю-Ф не обращается в ноль, есть плотное открытое подножество. Вот. И вот давайте мы к этому плотному открытому подножеству и перейдем. Я его заброшу. Вот это вот самое В, да? Там, где дискриминант не обращается в ноль. Вот. Чему равна мощность слоя над любой точкой из этого открытого подножества? Так, ну давайте я попробую еще здесь уместить. Может, что чуть-чуть осталось. Значит, для любого. Y из V. Мощность слоя. Мощность слоя отображения ФИ. Наше отображение ФИ — это просто проекция из Х в Y. Мощность слоя над точкой y, ну поскольку у нас x задается вот этим уравнением, что минимальный многочлен обращается в нул. Если мы точку y фиксируем, то у нас останется только переменная t. То есть мы просто считаем число корней вот этого уравнения уже от одной переменной. Если мы во все коэффициенты подставим точку y, коэффициенты превратятся в скаляры, в числые, у нас получится просто многочлен над полем k. И вот мощность слоя это количество корней этого многочлен. Значит, равна числу корней mu f от y,t, вот так напишу. Стипель я фиксирую, а t у меня переменная, да? Число корней по t. Я не могу не разумить. При фиксированном y. Но поскольку у нас дискриминант не равен нулю в этой точке, да? То многочлен mu f при фиксированном y, при вот этом фиксированном y, без этого множества, не имеет кратных корней. То есть число корней равно его стипель, поскольку поле ангибраически замкнуло. c равно d, так как поле k алгебраически замкнуло. То есть мы использовали оба условия. То, что поле алгебраически замкнуло, то, что характеристика равна нулю в этом доказательстве. Ну а d это как раз степень, как мы видели, отображения φ. То есть мы доказали то, что хотели, что для простого рационального накрытия над типичной точкой мощность слоя равна степень этого накрытия. Что требовалось доказать? В общий случай это до этого свели простого. Вот. Вот я не случайно подчеркивал, что здесь играют роль и нулевая характеристика, и алгебраически замкнуло. То есть давайте мы приведем контрпримеры для случая, когда что-нибудь из этого нарушается. Контрпримеры. Давайте так. Прежде чем провести контрпримеры, давайте выведем следствие. Так будет удобнее. Выведем следствие из доказанного утверждения. Опять-таки предположения те же самые, что поле Као гембраически замкнуто, характеристика нулевая. Для доминантных рациональных отображений неприводимых многообразий Следующее условие эквивалент. Следующие два условия эквивалент. Давайте, может быть, даже так скажем. Доминантное рациональное отображение. Доминантное рациональное отображение Фи из многообразий в многообразии в биррационально. Это означает, что у него существует обратное рациональное отображение. Уже из г-дом Х. Тогда и только тогда, когда оно локально инъективно. То есть существует открытое подножие в эксент. На котором Фи определено, и инъективно. Открытое и пустое в границе. Биррациональное отображение – это в точности рациональное отображение, которое локально инъективно. Доказательство очень простое, оно сразу следует из предложения. Доказательство. Дело в том, что... Что значит, что отображение биорациональное? Что у него существует обратное рациональное отображение. Фи биорационально. Тогда и только тогда, когда фи со звездочкой, а фи со звездочкой оно поднимает функции с y на x, рациональные функции, да? Тогда и только тогда, когда фи со звездочкой осуществляет изоморфизм между поля рациональной функции на y и полем рациональной функции на x. Правильно? Потому что обратное отображение, если оно существует, оно отображает в обратную сторону поля. Если Фи со звездами вкладывает это поле в это, и наоборот, то поле вкладывается в исходное, значит эти два поля просто совпадают. Два обратных друг друга вложения, это просто изоморфизм. Вот, значит, а это в свою очередь по доказанному предложению означает, значит, то, что у нас расширение полей является изоморфизмом, значит его степень равна единице. Никакого расширения не происходит. Это означает, что типичные слои конечные. То есть существует открытое В, не просто конечное, а означает, что типичные слои имеют мощность 1, степень равна единице, значит типичный слой состоит из одной точки. То есть существует открытое В в игреке, такое, что У, равное Фи, минус 1, от В, отображается на В объективных. То есть из дирациональности следует, что на некотором открытом подножстве отображение объективных. Ну и наоборот тоже очевидно верно, потому что мы можем просто, вот если отображение на каком-то открытом подножстве У инъективно, да, то мы можем просто ограничить наше отображение на это У. Значит обратно, если Фи ограниченное на У инъективно, то можно, во-первых, считать У главным открытым подножством, уменьшить его еще раз, если понадобится, и заменить Х на У. При этом степень не изменится. Как мы знаем, при замене на главное открытое подножство, с рациональным функцией ничего не происходит, степень не меняется. То есть мы можем считать, что просто Фи в целом инъективное отображение, но это означает, что все слои конечные, все слои состоят из одной точки, и тем самым степень равна единице, а значит отображение бюроциальное. Таким образом получается вот такой замечательный способ проверки, что у нас отображение бюроциальное. Просто доказать, что типичные слои состоят из одной точки, что оно, так сказать, локально обратимо, как теоретика множества обратимо, тогда оно будет обратимо и как бюроциальное отображение. Вот теперь давайте я проведу контрпример. Контрпримеры. Во-первых, для незамплого поля. К равно R. Характеризмка нулевая, но поле незамплого. Рассмотрим отображение Фи из афинной прямой в афинную прямую. Просто возведение координаты. Элементарное упражнение на геомонический анализ, даже на что, на ауке, скорее, да, состоит из-за того, что это отображение бюроциальное, правильно? Вещественное поле. Однако, оно не является нерациональным, потому что его степень, вот давайте посмотрим, что делает Фи со звездочкой. Фи со звездочкой оно вкладывает, ну вот, я не знаю, если координату на вот этой афинной прямой обозначить через Y, то Фи со звездочкой от Y равно Y в кубе. Правильно? Потому что мы должны взять композицию координат и вот этого отображение, да? То есть, ну или там Фи со звездочкой от Y равно Y, правильно сказать? То есть, другими словами, значит, Фи со звездочкой отображает поле рациональной функции на вот этой прямой, в подполе поле рациональной функции на этой прямой, которое порождено X кубом. Правильно? И здесь степень этого расширения равна трём. То есть, степень отображения Фи равна трём. Это нерациональное накрытие, степень равна трём, происходит расширение полей, однако оно не противоречит вот этому следствию. Ну а второй аналогичный контрпример, когда характеристика положительна. Характеристика положительна. Здесь тоже можно рассмотреть аналогичное отображение, которое называется морфизмом Фрабейлиуса. Тоже давайте геофидной прямой рассмотрим. Из А1 в А1 морфизм возведения в степень П. Возведение координаты в степень П. Вот. Тоже можно показать, что это отображение Би-И. Значит, именно в силу того, что положительные характеристики, из каждого элемента можно из лишь только один корень подвести. Если вообще можно. Ну у нас можно, если корень однебраически замкнут. Да? Можно. Но только один. Вот. Поэтому, значит, морфизмом Фрабейлиуса объективен. То есть, это корень хаус, однебраически замкнут. Пускай будет. Значит, действительно, из каждого элемента можно из лишь корень. Из каждого элемента корень можно из лишь корень, но ровно на тени, если мы положим в конференции. Значит, морфизм Фрабейлиуса объективен. Но рассуждая как в предыдущем примере, мы видим, что его степень равна так. То есть, он не является вероцентом. Вот таким вот образом мы получаем, что оба условия здесь существенны. Ну и в следствии, соответственно, тоже. Вот. Ну, нам, в принципе, пора заканчивать. Давайте я еще один результат сформулирую и докажу, и на этом закончим. В следующий раз уже начнем новую тему. Вот. А сегодня закончим таким результатом. Значит, предположения те же самые. Поле алгебраически замкнуто, характеристики нуля. Докажем теорему, которая называется теоремой о факторизации отображения. Значит, поле алгебраически замкнуто. В характеристиках равна нуля. Значит, пусть фи из х в у и пси из х в z два доминантных рациональных отображения. И, предположим, выполнено следующее. Отображение пси не разделяет те точки х, которые склеиваются при отображении фи. Пусть это будет верно для точек общего положения. То есть, существует открытое плотное подможество у в х. Такое, что для любых двух х, у из у, если фи от х равно фи от у, то тогда фи от х равно фи от у. Ну, вот представьте себе, у нас есть х, у нас есть у, и у нас есть z. Вот, вот, предположим, у нас есть две точки в хе, может быть, правильнее их обозначить, х1 и х2, потому что, как-то, логично считать, что у это точка из у большого. х1 и х2 точки из ха. Если фи от х1 равно фи от х2, то есть при отображении фи эти две штуки отображаются в одну и ту же точку, то отображение пси их не может разделить. Вот такое вот запрещается. Пси не разделяет те точки, которые склеиваются при отображении фи. Вот если это выполнено, то тогда существует рациональное отображение таву из y в z такое, что пси равно таву композиции с фи. Что у нас такое у маленькое? А, оно выжило. Это х2. Две точки х1 и х2. Спасибо. Вот. То есть вот если те точки, которые склеиваются при фи, склеиваются также и при пси, то тогда существует отображение отсюда сюда, рациональное, которое делает эту диаграмму помутативной. Ну, понятно, что это условие необходимо, потому что, если бы оно нарушалось, то тогда такого таву-шель бы не могло бы. Из этого равенства, применив таву, мы получили бы равенство здесь. То есть это условие является необходимым. Ну, а пациенту является достаточно. Значит, ну, давайте это быстренько докажем. Это действительно такое короткое доказательство, поэтому я хочу закончить сегодняшнюю лекцию, чтобы в следующий раз к этому уже не возвращаться. Доказательство. Давайте, во-первых, заменив х на достаточно маленькое, главное, открытое подможество, которое, во-первых, содержится вот в этом у, ну, и содержится в области определения обоих отображений. Заменив х на достаточно малое главное открытое подмножество, можно считать, что оба отображения определены на всем х, то есть являются морфизмами, что фи и пси морфизмы. И вот это условие выполнено для всех точек х, то есть у совпадает с х. То есть для любых точек х, если они склеиваются при морфизме фи, то они склеиваются и при морфизме пси. И вот давайте в этих предположениях докажем. У нас следующая ситуация. Вот у нас есть х, и из него два морфизма. Один морфизм фи в у, другой морфизм пси в z. И выполнено вот это вот условие. Если склеиваются при фи, то склеиваются и при пси. Давайте рассмотрим декартовое произведение у на z и рассмотрим соответственно морфизм произведения этих двух морфизмов. Фи на пси. То есть из х мы попадаем, первая компонента это образ фи, при фи, вторая компонента это образ при пси. То есть какого произведения двух морфизма. Но это не обязательно уже будет доминантное отображение, но можно рассмотреть замыкание образа. Обозначим через m замыкание образа вот этого произведения фи на пси. Вот. И, значит, из этого замыкания образа у нас имеются две проекции. На y и на z. То есть забываем про вторую компонентку или забываем про первую компонентку. Значит, уже морфизм из x в m доминантен. И, опять-таки, уменьшив x, можно считать, что он субъективен. Потому что доминантный морфизм, его образ содержит плотное открытое подможество вот здесь, можно считать его главным. И можно, собственно, всю остальную выкинуть, взять его прообраз. То есть, опять-таки, уменьшив x, можно считать, что x субъективно отображается на m. Вот. Ну и, значит, m у нас лежит, как я сказал, в декартовом произведении y на z. Из этого декартового произведения есть две проекции. Значит, проекция на y и проекция на z. Вот. И, соответственно, есть проекции из m на y и на z. Так, и вот, вот эти вот отображения, соответственно, которые у нас были с самого начала, фи и пси. Я утверждаю, что проекция из m на y инъективна. Давайте посмотрим, почему это так. Вот из чего состоит множество m? Множество m состоит из точек, которые являются образами точек из x. То есть, если в x есть точка x маленькая, то в m точки имеют вид фи от x, запятая пси от x. Вот. Точки из m это точки вот такие вот пары. Фи от x, пси от x. При проекции сюда остается только фи от x, а при проекции сюда, наоборот, остается только пси от x. Теперь смотрите. Если две такие пары отобразятся в одной и ту же, в одну и ту же точку, это значит, что для двух разных x-ов фи от x у них одинаково, а пси от x у них разное. Но это в нарушении вот этого условия. Условие говорит, что если фи от x одинаково, то и пси от x одинаково. То есть пара одна и та же. Значит, вот это отображение инъективное. Вот. Ну, то есть, это инъективное доминантное отображение. Да, доминантное оно потому, что из x в y было доминантное отображение, а тут мы просто вот забываем про вторую компоненту пары. Значит, как-нибудь ее обозначить, что ли? Да, нет, никак не надо обозначить. Но все-таки обозначим это, иначе не получится что-то написать. То есть, это значит, пи обозначен. Пи один. А здесь пи два. Где проекции? Пи один и пи два. Значит, пи один инъективно. Значит, существует пи один в минус первой. Это рациональное отображение в обратную сторону. Вот по следствию, которое мы доказали. Существует пи один в минус первой из y в m. То есть, вот эту стрелочку, которая у нас здесь, мы можем обратить. Обратить не глобально, а обратить на некотором открытом подможности. Существует обратное рациональное отображение. Но нам это и нужно. А теперь, беря композицию вот этой стрелочки с проекцией пи два, мы получаем то самое таву, которое нам нужно. То есть, в качестве таву можно взять композицию пи два на пи один в минус первую. Это будет не морфизм, это будет всего лишь рациональное отображение, но оно делает эту диаграмму коммутативной. Потому что, если мы применяем сперва фи, а потом таву, вот давайте посмотрим. Сперва применяем фи, а потом таву. Это значит, мы сперва применяем фи, а потом вот эту вот пунктирную стрелочку, красную форму, пи минус первой. И получаем вот это отображение. А из этого отображения, уже проектируясь на z, мы получаем пси. То есть, мы построили таким вот образом рациональное отображение, которое расщепляет пси в композицию этих двух стрелочек. Вот. Эта теорема называется такой немножко формальной, но на самом деле она очень удобна как раз в теории вариантов. У меня сейчас нет времени приложения этой теоремы в теории вариантов, и, наверное, и не надо. Когда мы будем в втором семестре заниматься теорией вариантов, мы про эту теорему авторизации вспомним. А сегодня мы на этом давайте закончим. Продолжение следует...